Всем привет друзья, так как многие спрашивают в комментариях для чего программа WIS, я сегодня постараюсь объяснить как можно просто, потому что программа WIS очень и очень полезная программа. Также друзья многие не могут установить программу WIS на Windows 11. На Windows 10 у меня уже есть установка программа WIS EPC, но многие так как в Windows 11 уже нет Internet Explorer и есть только вот Edge, вот браузер Edge, поэтому многие уже не могут установить программу WIS на Windows 11. Я сегодня буду вам показать вот система Windows 11 Pro и установку WIS программы 2020 версии. Несмотря на то что есть версия 2021 WIS программа WIS, я все равно вам советую установить программу WIS и EPC в комплекте, чтобы все в поиске была полная база у вас. Друзья давайте я прямо сейчас покажу почему я рекомендую установить WIS и EPC сразу вместе. Вот у нас установлено на Windows 11 только WIS, запускаем WIS. Друзья у нас не установлено EPC, правильно? Вот посмотрите две ВИН номера, один для 212 вот сразу есть все в списке. Ремонт, диагностика, схемы, базовые данные, организация, организация, и так далее. А другой, друзья, вот для 213 мой автомобиль 2017 года кузов W213 вот идентификационный номер автомобиля не найден. Тип модификации неверно, потому что в EPC не установлено. Сейчас я вам покажу после уже установки EPC, что этот же ВИН номер программа переобразует ВИН номер на европейский и вся база уже показывает то есть. Поэтому я рекомендую сразу установить и WIS и EPC и именно 2020 версию, потому что на 2021 версию невозможно установить EPC сразу. И вот через ВИН код на версии 2021 вы не сможете конкретно найти на ваш автомобиль и увидеть всю комплектацию вашего автомобиля. Сейчас я уже установил и EPC и WIS. Вот посмотрите это EPC И вот WIS И сейчас тоже самое, сейчас делаем тот же ВИН код. Все, как видите уже через ВИН код находит именно этот автомобиль. Только ВИН код программа переобразует в европейский вариант. То есть тот же ВИН код, вот этот ВИН код американский, а это уже европейский вариант. Допустим подвеска. Ставим птички, ставим вот здесь птички, запустить поиск. Вот амортизатор проверить. Амортизатор и вот как видите все уже работает, все есть. Центральный стабилизатор. Вот. Все, это конкретно уже на 213 2017 года, который до этого, когда установлен только в ВИЗ, не находит по ВИН коду базу. Поэтому я вам говорю, что нужно установить в комплект и ВИЗ и EPC сразу, чтобы у вас показал и карта пользователя. Но так как многие мне просят именно установку отдельно в ВИЗ, даже есть люди, которые просят отдельно EPC. Я сегодня покажу отдельно ВИЗ, потом может быть отдельно EPC и также покажу обе вместе установку на Windows 11 и ВИЗ и EPC. Так, а сейчас друзья, давайте я расскажу для чего программа ВИЗ. Во-первых, допустим ВИЗ программа на русском, но из установки вы можете выбрать язык интерфейса. Там русский, английский, немецкий, испанский, в общем мультиязычная программа. Также вот все здесь, все пакеты вы можете менять язык на, допустим, английский, немецкий, корейский, китайский и так далее. ВИЗ это информационная база по ремонту для легковых автомобилей, грузовых, автобусов, смарт и так далее. Вся база здесь есть по ремонту. Здесь можете посмотреть и сделать сам все возможное. Например, выбираем автоматическая коробка. Ставим галочки, здесь ставим галочки на все, ремонт, диагностика схемы и так далее. Запуск, поиск. Вот и здесь по коробке здесь все есть. Замена масла, вот скажем допустим. Вот и здесь все показано, как снять, какой ключ нужен, какой ньютон-метр затянуть болты. Все здесь написано в полном объеме. Также вот можете нажать на print, печатать всю эту информацию, поставить рядом и работать. Все здесь есть. Также по другим, допустим, вот, что можем выбрать, сейчас посмотрим. Задний мост, допустим, задний мост. Также запустить поиск. Заменить масло в заднем мосту, вот. Вот, все написано, блокировка дифференциала, задний мост. Все здесь написано, как работать, какой ключ использовать, что как делать. То есть, если вы хотите работать и делать на своем автомобиле все самостоятельно, эта программа именно для вас. Здесь шаг за шагом показывает, как, что нужно делать. Даже любое, можете даже сиденье снять. Вот, например, вот сиденье, да. Вот, запуск, поиск. Вот, например, не знаю, здесь очень-очень-очень много есть про сиденья. Как снять подушку, снять и установить подголовники. В общем, все здесь есть. Вот, как снять, скажем, чехол передней подушки сиденья. Вот, какой болт. Вот, что, куда сделать, что, какой ключ взять, снять и установить насос мультиконтурного сиденья. Вот. Вот, все показано вот в багажнике с левой стороны. Вот, что разобрать, какой ключ, какой разъем снять, все по очередному написано. Так что, друзья, это очень классная программа. Я советую, чтобы у всех эта программа именно была установлена на ноутбуке. А про ЕПЦ я уже расскажу в следующем видео, для чего именно программа ЕПЦ. А сейчас давайте приступим к установке. Если у вас нет программы ВИЗ либо ЕПЦ, напишите в комментариях. Или, если вам нужна любая другая программа, напишите в комментариях. Скачиваем вот эту папку. Выбираем язык, который нам нужен. Видно здесь мультиязычный, есть английский, китайский, немецкий и так далее. Я, например, выбираю русский. Да. Далее. Выбираем обязательно C-диск. Далее. 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 Запустить. Нажимаем продолжить. И нажимаем выход да. После этого, друзья, открываем нашу папку, открываем вот это, копируем вот эту строку, вставляем в браузер Первый раз нужна регистрация, вводим admin и пароль admin, регистрация Также здесь вводим admin, вот, а вот неправильно написал admin, и здесь вводим новый пароль Ну например, 1, 2, 3, 4, 5, ok, и опять запускаем Принимаем, запустить, принимаем, запустить, нажимаем запустить последнюю версию, только этот раз спрашивает и после этого уже не спрашивает про это Вот наш виз уже готов, вот посмотрите, закрываю, закрываю браузер, опять запускаю Нажимаю, нажимаю EVA, admin, регистрация, нажимаю виз, и все, у нас уже запускается java и больше нет никаких оповещений, все, у нас уже запустится виз Если вам нужна программа, напишите в комментариях, друзья, ставьте лайк, подписывайтесь на канал Также напишите комментарий для продвижения видео, всем спасибо и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok